Я бы не хотел бы слишком технически делать этот разговор, но нужно знать определенные вещи о машинном обучении, о теории вероятности, и тогда вы сможете понять больше о той модели, которую я собираюсь вам представить. Я, конечно, не могу все детали описывать сейчас, я постараюсь кратко как-то это упомянуть, покажу несколько, может быть, довольно странных картинок или фотографий. Первая картинка – это доктор Арпат Элло. Элло – это венгерский математик, который… Вы знаете, в Венгрии очень отличные математики по какой-то причине, не знаю почему. Может быть, там самая высокая, также нужно отметить, плотность лауреата в Нобелевской премии почему-то. Итак, это лауреат премии, который играл в шахматы. Вы, может, слышали о рейтинге Элло. Он разработал систему рейтинга для шахматы. Если вы обратитесь в Википедию, если вы посмотрите на его теорию, это несколько странных формул, которые имеют определенное количество постоянных величин. Я уже сейчас не помню это в деталях, но это неважно. По сути, Элло рейтинг позволяет точно смоделировать взаимосвязи, если мы говорим о конкретной игре и конкретных игроках. Почему это выглядит так, как это выглядит? Потому что в 50-е годы Элло должен был упростить и перейти к общим знаменателям, к общим показателям эти вычисления, чтобы могли меняться рейтинги в зависимости от того, выиграл игрок или проиграл в каждом из турниров. И на сегодня этот подход, эти формулы используются почти что в каждом телефоне, позволяют усреднять, средние показатели выводить из разных функций и определять целый ряд других предпочинений и ранжирований. Но, собственно, суть этой модели является именно модель вероятностей. Это самая суть байзианской системы рейтингов. Сверху вы видите приоритеты, распределение приоритетов. Это нормальное распределение. Я не буду говорить и не буду спрашивать, кто из вас знает теорию множества, теорию распределения. У нас есть некоторые приоритетные рейтинги. Здесь два игрока изображены. Один слева, другой справа. И вот эти приоритетные показатели, они отражают их истинные навыки. С1 и С2. С1 и С2 это переменные. И мы исходим из того, что у каждого игрока есть какой-то навык, есть скилл. То есть это уже его врожденная характеристика, этот навык может меняться со временем, но у него есть какой-то врожденный навык в любом случае. А рейтинг – это наша оценка опыта или навыков игрока. И мы пытаемся сделать эту оценку все более точной. На втором этапе, второй слой – это P1, P2. И этот слой соотносится с успешностью игроков, с тем, как они играют. Могут быть высокие показатели по навыкам, но, может быть, игрок устал или он заснул, и поэтому, может быть, у него что-то не ладится в жизни, поэтому он плохо играет. И это P1, P2 – это перформанс. То есть необязательно перформанс соотносится как-то с навыками. Здесь может быть нормальное распределение. Может быть, ситуация, когда высокие показатели по навыкам дают высокий перформанс в конкретной игре. И здесь есть тогда логическая взаимосвязь, но она не обязательно. Следующее, третий уровень – это, в общем, достаточно банально. Это уровень команд T1, T2 у нас. Допустим, у нас в каждой команде по пять игроков. И самое интересное происходит вот здесь. Вот здесь мы получаем разницу в перформансе, а не в навыках, между игроком один, командой один и командой два. То есть вот эта дельта – это T1 минус T2. И самое интересное – это вот здесь. Если, например, первый игрок выиграл у второго, это означает, что его перформанс в этой конкретной игре была выше, чем перформанс у первого игрока. Здесь не просто градиент на ноль, а здесь градиент на какой-то постоянный. Что же сделал Элло? Элло вычислил обновления для вот этой графической модели. Фактически он смог рассчитать и соотнести наше представление об изменении S1 и S2 после того, как мы получаем вот эти данные, данные по P1 и P2 и их сопоставление. Есть ли вопросы на этом этапе? Нет вопросов. Всё понятно? Хорошо. Но эта система очень хорошо работает. Если бы здесь была ничья, то здесь не было бы… Была бы разница совершенно другой. Здесь разница в перформансе была бы очень маленькой, а не большой. А здесь D1 большая. Допустим, в первой схеме речь шла об игре, где играли только два игрока. А теперь переходим к системе, которая была разработана в Microsoft Research в 2008 году или 2007. Это фактически генерализация рейтинга Эллоу и применение его в случае командных игр. Мы получаем здесь T1, посмотрите, например, первая команда, два игрока, P1 и P2. И перформанс команды – это сумма перформансов игроков. То есть достаточно всё понятно. Мы просто упорядочиваем команды по их окончательным показателям. Некоторые из этих данных будут такими. Команда 1 выиграла у команды 2, а команда 3 и 2 сыграли в ничью, а потом команда 4 заняла 4 место. Это достаточно очевидная генерализация. Она математически может быть не очевидной, но графически она очевидна. Я не буду вдаваться, конечно же, в математические детали. Просто поверьте мне на слово. Это работает. Но есть, конечно, и трудности, есть проблемы. И вот здесь я уже предодаю своё видение, моё видение и видение моего коллеги Александра Сироткина. На бумаге-то всё хорошо. Это, в общем, специальная система, которая разработана для создания рейтинга команд. Но в реальности всё не так однозначно. Если, например, посмотреть вот на вот этот график, то вы видите вот здесь, что если команды 1 и 2 сыграли в ничью, и у них второе место, то тогда разница между ними равна нулевому градиенту. А если 3 и 4 команды в ничью сыграли, то здесь тоже будет градиент нулевой. Но из-за структуры графика получается, что разница между командой 2 и 4, 2 и псилон, составляет 2 и псилон. 1 и псилон здесь, а до 1 и псилон здесь. То есть в два раза. А если мы получаем многослойные структуры, когда у нас, например, от 10 до 35 команд, то это очень плохо. Это означает, что нет никаких ограничений по измерению перформанса. Поэтому мы просто добавили ещё один уровень в эту модель. Я не буду, опять-таки, в детали вдаваться. Мы придумали это в 2011 году. Итак, вкратце, мы примерно достигли середины моей презентации, поэтому я хотел бы обобщить сейчас вкратце. То есть самое главное, это проблема с байзианской системой рейтингов. Мы уже обозначили ряд проблем и предложили к ним решение. Но ещё остаётся много других трудностей. Например, проблемы с командами, в которых недостаточно количества игроков. Как суммировать перформансы игроков? Во многих компьютерных играх, я думаю, что это может быть и неактуально, но у других это, наоборот, актуально. Например, в команде 5 игроков на 1,25 пункта, например, лучше играла, чем другая команда. Но суть не в этом. И более того, непонятно, как добавлять очки. Мы, прежде всего, опираемся именно на порядок команд. Но неважно, как мы осуществляем передачу очков. Важно понять, как мы переводим очки в перформанс, в результаты. Несколько лет спустя я снова занялся своим любимым делом, своим хобби и решил посмотреть, что уже поменялось. Я увидел, что за эти последние годы проблема с рейтингом совершенно поменялась на 100% радикально. Что произошло? Начали записывать более подробную информацию. Начали записывать не только результаты в турнире. Например, 48 вопросов. Одна команда ответила на 37 вопросов, другая команда на 40 вопросов. Но стали записывать даже те вопросы, на которые правильно ответила команда. И это привело к совершенно другой проблеме. И мне пришлось... Я хотел вот о чем сказать. Здесь вы видите очень известного игрока, номер один, который пытался сыграть в эту игру и проиграл. Но самое главное, что это даже не данные. Потому что перед данными мы действительно всегда проигрываем. Если данные меняются, то мы должны все переоценивать. Мы можем как-то интегрировать эти результаты повопросно. Это, возможно, будет трудно. Но если меняются условия инпута, мы должны менять самые основополагающие принципы. И иногда, когда появляются новые данные, приходится в корне менять модель. В 2015 году мы полностью поменяли нашу модель. Я об этом не буду говорить, потому что, возможно, не так интересно. Но сейчас я могу сказать следующее. Сейчас я могу добавить ивент, добавить события, указав, что конкретно команда ответила на конкретный вопрос. Могу сказать, насколько сложно был этот вопрос. Какой игрок ответил на данный конкретный вопрос? Эти переменные неизвестны, они скрытые. И сложностью является то, как работает данная модель на латентных переменных. Теперь получилось, что у нас гораздо больше данных. Итак, опять обобщаем. Вы видели очень сложную модель, которая основана на местах команд в результатах соревнования. И, опираясь на вот эти недавние данные, нам удалось решить проблему еще лучше. Это, в общем, инновационная технология в рейтинговых системах. Наша модификация на сегодняшний день является топовой, так сказать, это самая инновационная технология, когда мы оцениваем не только, собственно, количество, не только сам перформанс, но и качество правильного ответа на каждый вопрос, качество каждой победы. Хотел бы завершить следующим соображением. Как это все связано с компьютерными играми? Конечно же, можно взять, например, навыки, подключить и использовать это в своей игре. Но если вы как гейм-девы, у вас наверняка есть более подробная информация о том, что происходит в игре. И это самое главное для моего сегодняшнего разговора. Поскольку у вас есть эта информация, которая показана вот здесь, это абстракция данных, то эта информация может быть полезна для вас в создании рейтингов. Но, опять-таки, в вашем случае, в случае World of Tanks или других каких-то игр, подробные данные будут гораздо более сложными, и между ними будут очень сложные взаимосвязи, и вам потребуется более сложная модель. И именно здесь может помочь вот эта система, потому что это фактический способ создания очень сложных сетей с универсальными параметрами, с универсальными приближенными величинами, аппроксиматорами. И они могут использоваться для создания рейтинговых систем, для их обновления, обновления результатов. И для решения более прямых проблем, более очевидных проблем, это прогнозирование навыков той или иной команды. То есть, те или иные игроки с такими или иными фишками, может быть, у игроков разные роли, у них разное оборудование, разные танки, они изображают разных героев. Есть большое количество разных внешних параметров, которые вам известны и которые влияют на рейтинг игрока. Мы все это заносим в систему. Опять-таки, вы, как геймдевы, скорее всего, у вас на руках огромные массивы данных, наборы данных, результатов игр. И я покажу вам более сложную модель, я покажу, как можно ее настроить, и как мы можем научить эту модель предсказывать результаты команды с точки зрения, опираясь на вот все вот эти фишки, которые нам уже известны. Можно попробовать сделать это вместе. Это, в общем, разговор, у которого нет конца. И на этом разрешите еще раз подчеркнуть самые главные вещи. Первое, наверное, первое не так уж важно для конференции по геймдеву, потому что все мы все равно следуем зову сердца. Но прежде всего я призываю вас именно следовать зову сердца и заниматься тем, что вам нравится. Для меня этот проект, я был, можно сказать, новичком, первопроходцем среди русских геймдевов, потому что, когда я только начинал с этим заниматься, никто из русских этим не занимался. Второе, старайтесь собирать как можно больше данных, не в целях достоверности, но для того, чтобы создавать более совершенные модели. И опять-таки, когда вы получаете больше данных, вам нужно постоянно их переоценивать. то следуйте этому принципу. Конечно, не нужно бороться с данными, нужно их использовать в своих целях. И последнее, это все может напрямую применяться в ваших играх. Большое спасибо. Большое спасибо, Сергей, за презентацию. Сейчас уже почти вечер, ребята. Да, вопросы, вопросы. У нас несколько минут есть. Давайте-ка вопросы. У меня такой вопрос, у меня самый очевидный вопрос. Здесь есть ребятки, которые считают, что вы пропустили самые интересные слайды в вашей презентации. Они хотели бы, чтобы вы об этом поговорили. Может быть, после того, как через 25 минут начнется новая сессия, может быть, у нас будет, например, 10-15 минут, чтобы вот их обсудить. Давайте сейчас побольше вопросов сделаем, а потом я пойду вот с этими, со своими секретами расскажу их вам. Можно я по-русски? Я правильно понял, что, используя машины обучения, можно взять информацию о существующих играх и примерно предсказывать результаты следующих. То есть, но я не понял, как на основании этой информации определить, на сколько и в какую сторону должны заменяться рейтинги игроков, в зависимости от их перформанса. Ну, это самая главная проблема. Очень сложно ответить, как именно можно это сделать. Потому что мне тогда придется целую лекцию прочитать. Но основная идея в том, что у вас есть уже некоторое понимание рейтинга, изначальное, это ваше изначальное понимание, то, как вы себе представляете навык конкретного игрока. Потом игрок играет в игру, и тогда это означает, что ваша оценка навыка этого игрока должна повыситься. Это фактически есть математическая модель, которая позволяет вам повысить это ожидание по поводу навыков конкретного игрока. То есть, это предсказание ваших ожиданий по поводу навыков конкретного игрока после того, как игрок еще раз играет в игру. И после этого вы это включаете параметры, а параметрами является, собственно, рейтинг. Все замечательно. Да зачем тут человек-то просто говорит? Вот, суть вопроса такая. Вообще эта система, ну, так или иначе, будет работать, если, ну, для команд, условно, даже если она будет работать, если все участники команды так или иначе клоны, они не профилируются в чем-то. Если у нас получается, если мы соберем команду разнопрофильную команду, и у нас перформанс этой команды может резко меняться. Precisely. Вот. И оно... Так мы не можем предсказать перформанс всей команды. Даже на основании... Why not? Why not? Let me... Okay, I got the question. Я понял вопрос. Я понял вопрос, что если в команду входят разные игроки, по профилю, как эта модель учтет такую разницу. Модель, вот, которая здесь показана, очень простая. Она как бы не учитывает это. Вы, если придерживаете этой модели, то вы правы. И здесь тоже вы будете правы. Они должны быть все клонами, одинаковыми. Тогда только это будет работать. Ну, а почему мы не можем вставить разный input в такую модель? Можно и разные вводные изначально задать. И тогда модель будет просто их учитывать и работать даже с такими разными профилями игроков. Вот этот игрок, например, хороший игрок. Он уже имеет хорошие рейтинги. Он, возможно, улучшает свой рейтинг и так далее. То есть она работает, исходя из начальных некоторых рейтингов. Их можно прописать разные для разных игроков. И, конечно же, она может обучаться также. В зависимости от того, как дальше идет игра. Есть ли какие-то вопросы? Еще. Нам нужно менять уже другую. Переходить на тот слайд, о котором был еще вопрос. Итак, этот самый интересный слайд, как вы его назвали, я его пропустил, поскольку там чистая математика, и я думал, что не успею. Давайте тогда я вернусь к этому слайду. Модель упрощается значительно. Если у вас результаты после каждого вопроса по отдельности учитываются, тогда вы можете добавить некоторую переменную XTQ, XTQ, который игрок один ответил на первый вопрос Q. То есть XIQ должно быть тогда выражение этой перемены. И первая версия вот этой упрощенной модели, она вот такая. Для базовой классификации, базовая логическая регрессия. Затем, в зависимости от того, насколько сложный вопрос, это отложается по караметрам CQ, вы можете это добавлять как фактор. А XTQ обозначает насколько простым вопросом, и таким образом определяет, насколько вероятно, что игрок I ответит правильно на вопрос Q. И вот это модель логистической регрессии, которая является одной из самых основных в этой классификации. Но, конечно же, это не будет удовлетворительно, потому что здесь нет команды. Это пока только для игрока. И если каждый отвечает одинаково, тогда это только будет играть для всей команды. Но если мы добавляем сюда команды, тогда мы добавляем еще одну переменную. Это такая же модель. ZIQ – это то же самое событие, что игрок I ответил правильно на вопрос Q. Но здесь есть некоторые ограничения. И эти ограничения по этой прямой логике, если команда правильный ответ предоставила, это значит, что, по крайней мере, один из игроков ответил правильно. То есть это означает, что по крайней мере один элемент должен равен единице быть. А другое предположение, которое менее очевидно, но давайте его сделаем, это если команда неправильно ответила, это значит, что никто в команде не ответил правильно. То есть, получается, ответ команды – это логический фактор, либо все не ответили, либо хотя бы один ответил. Итак, у вас получается модель довольно простая, в базовой конфигурации, логическая регрессия, но вы не знаете, или лайки является латентным или нет. И это похоже на модель чистого присутствия в экологии. Например, если вы определяете определенную, например, породу кроликов, насколько это будет наследоваться, может, да, может, нет, вот из той сферы этой модели. Если у вас односторонние данные, как бы только в данном случае, если команда не ответила правильно, то вы знаете, что это ноль у каждого, и, соответственно, у команды ноль. А если кто-то ответил, тогда вам не важно, кто именно из них ответил правильно, а важно, что у команды будет ответ правильный. И ответить на такую модель можно так, что есть базовая модель, у которой больше переменных, и это только лишь сводится к тому, что у нас есть алгоритм усовершенствования работы этой модели. Это означает, что у вас есть некоторые ожидания, вы фиксируете ваши текущие параметры модели, вы определяете неизвестные тоже переменные, вы таким образом фиксируете в некотором виде эти рейтинги и оценки, насколько трудные вопросы были, вы просто оцениваете, насколько вероятно, что для этого плеера будет выдан, что этот плеер выдаст правильный ответ. Это фиксированное текущее определение предположения латентности. И затем вы делаете другую вещь, вы фиксируете это, Z, и вы переобучаете стальной элемент. Это логистическая регрессия. И затем вы делаете то же самое, такую же процедуру, несколько раз, несколько контров повторяете, чтобы понять, насколько вероятность это будет применима для всей модели. И тогда это будет работать. То есть это очень простое, упрощенное, прямое представление этой математики. Может быть, это немножко ново для некоторых звучит. Вы довольны? Да, ответом. Да, мы довольны. К сожалению, у нас нет больше времени для вопросов. Давайте поблагодарим еще раз докладчика за отличную презентацию.